МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Давайте вот сразу. В двух словах. Коренные Одинцовцы. Что это? Михаил. Название. Название чего? Вот коренные Одинцовцы. Это о вас или о том месте, где вы родились и живете? Это хороший вопрос. Вообще это о городе. О видах города, рассказанных его жителями. В частности, мы с Димой коренные Одинцовцы, поэтому вот он коренный Одинцовцы. Если бы мы были приезжие, может быть, как-то по-другому назвали. На самом деле просто есть масса проблем, о которых просто никто не говорит. И когда передвигаешься по городу и видишь какие-то проблемы, то очень сильно болит душа. И об этом хочется говорить. И поэтому мы, как никто, другие считаем себя коренными Одинцовцами. И считаем то, что имеем право, наверное, говорить от лица коренных Одинцовцев о проблемах и о том, что делается не так на данный момент. Вот насколько вы коренные Одинцовцы, мы еще поговорим. Я хочу напомнить телезрителям, что если вы тоже считаете себя коренными Одинцовцами, хотите поговорить о нашем городе, о том, каким он может быть был, какой он сейчас, или каким вы его хотите увидеть, вы можете звонить по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Насколько я знаю, ребята готовы к сотрудничеству. Да. Так вот, насколько же вы коренные Одинцовцы? Миша, в каком районе родился? И, ну, скажем так, в каком поколении коренный Одинцовец? В первом поколении. Ну, мне кажется, большинство жителей города Одинцова, там, в первом, во втором максимум поколении коренные жители, родился в районе Можайского шоссе, около пятой школы. Ну, соседи. Да, я тоже родился в седьмом микрорайоне. Мои родители здесь тоже прожили всю жизнь. Я родился в Одинцовском роддоме. И, в принципе, кроме как в раздорах, тоже в Одинцовском районе я больше нигде не жил. Вот я тоже обычно всегда говорю, у меня жизнь очень скучна. Я родилась в Одинцовском роддоме, жила через дорогу от него, училась в Одинцовской школе, но только дальше в университете в Москву съездила, наконец, столицу повидал. Тогда еще не было, к сожалению или к счастью, Одинцовского университета, поэтому приходилось едеть в Москву. Ребята, как родилась идея коренных Одинцовцев? Вот сидели вы вечером на кухне, решили, а почему бы не сделать что-нибудь эдакое, или как-то по-другому? Отдельно родилась. Отдельно. И совпало. Да, у нас просто совпали мысли, у нас на многие вещи совпадает взгляд, и просто действительно очень мало людей вообще в Одинцово, это очень большая проблема, которые действительно переживают за этот город и действительно хотят что-то изменить. Мы не считаем, что Одинцово — это спальный район, это город со своей историей, пусть и очень небольшой, но, тем не менее, это тоже история, ее нужно ценить. И какие-то вещи, которые происходят сейчас, не совсем делаются правильно на взгляд многих жителей. Кстати говоря, интересно, вы жили в одном микрорайоне, но Миша чуть-чуть постарше, Дима помладше, и наверняка уже ваше видение Одинцово немножечко не совпадает. Миша Одинцово, твоего детства, каким оно было? Да, сложно сейчас рассказать. Тихий, спокойный, маленький, пристоличный городок. Ну, собственно, сейчас совершенно другой город, и реально он спальный микрорайон, но от этого никуда не деться, потому что мегаполис Москва рядом, скорости выросли, машины появились у всех, и 30 минут, если раньше можно было ехать только на электричке, и там никакого личного транспорта не было, и это было проблемой, все старались тут работать и жить, и все равно все ездили в Москву, то теперь сейчас это вообще не проблема даже для каких-то подростков, даже потусить съездить в Москву. Ну, собственно, в Одинцово, конечно, потусить-то особо и не получится, потому что, наверное, я не знаю, там, Дима помоложе, там, молодого поколения спросить, где это можно. Ну, Дима, где здесь можно? Ну, сейчас вообще очень мало, да, мест каких-то, которые действительно собирали бы Одинцовцев, все, конечно, уезжают в Москву, это, как я уже сказал, большая проблема. Вот. И нужно как-то всем жителям более объединенно стараться двигаться в одном направлении, потому что... Да вообще надо быть активнее, мне кажется. Да, просто идеи какие-то должны подавать, а как их подавать, если пока непонятна сама процедура подачи? Канал, связи, где он? Да, потому что пока все, что мы видим, это то, что вот... А мы вам сейчас сделаем это, там, и пойдет дальше, идет обсуждение, или это нравится, или это говорят о том, а может, это и не надо. А вот так, чтобы собрать какие-то идеи, я вот, честно говоря, такого проекта вообще даже не видел. То есть нам уже говорят постфактум, да, мы сейчас реконструируем центральную площадь, здесь будет хорошо, и всем будет тут удобно. Проект покажите, проекта нет. Ну, тогда идет постфактум, да, может быть, будет плохо, может, местным это не понравится, понравится ли это, там, другим жителям, да, то есть, там, может быть, что-то другое надо сделать. Собственно, и проект-то был рожден, а он такой вот, показать, прежде всего, властям, и показать, там, жителям, да, которые, там, может, не перемещаются по городу, что есть, там, куча замечательных мест в городе, да, то есть мы не обязательно снимаем плохое, это просто мы начали, так, с горячей темы, да, а дальше мы планировали рассказать вообще обо всем городе, там, показать, что есть хорошие места, и есть какие-то идеи, что ему можно было сделать, там, малой кровью, но, к сожалению, пока вот у нас есть, там, знаковый центр, да, который каждый год благоустраивается, благоустраивается, и все, и все остальное, очаговое благоустройство, которое, ну, там, подальше, может, побольше, поговорим об этом. Ну, у нас есть привокзальная площадь, с нее вы и начали свой городской сериал, можно много о нем рассказывать, но давайте посмотрим первую серию. Вообще, по идее, вокзал же у нас, лицо города, ты выходишь и попадаешь, я не знаю, так, в 90-х годах такого не было, количество этих автобусиков, маршрутиков. Ну, реально, да, есть ощущение, что это вообще какие-то времена перестройки? Ну, сегодня солнышко светит, сегодня очень ярко, так, очень красиво, а если, посмотрите, сейчас, если бы шел дождь, например, или была там ранняя весна, когда там куча мусора из-под снега, да, это печальное такое зрелище. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Поехали, да, к вокзалу посмотрим. Да, ну, сейчас попробуем через эти ямы на самокатах проехать. Да. Сейчас мы включим гоупрошечку. Так, ну что, поехали. Что получилось? Только есть два хороших тормоза. Ну, уже освоился, освоился. Дима, аккуратнее на ямах, там, смотри, не упади, а то мы тебя потом не собираем и потеряем такого ценного человека. Я думаю, многие бы заплатили, чтобы ты помог мне. А, то есть, чтобы ты упал и тут разбился. Ну, друзья, тут, конечно, наверное, может и нефть добывали. Вообще, это печально. Мы теперь понимаем, почему тут автобусы перестали ходить, потому что мы сейчас, я даже сниму эту камеру, чтобы просто это показать, она, конечно. Тома здесь пришла в полную. Видимо, так было построено. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». У нас в гостях Михаил Баштаненко и Дмитрий Смирнов. Сегодня мы говорим о городе Одинцово, каким оно он был и каким он стал, и каким он, возможно, будет. Это была первая серия коренных одинцовцев. В несколько укороченном, скажем так, варианте. Вот какие проблемы мы опустили, но о каких хочется сказать? Хочется сказать, что после этой первой серии были попытки, я не знаю, с чьей стороны, либо со стороны властей, либо со стороны РЖД, так как территория им принадлежит, действительно что-то там исправить, какой-то навести порядок. Но, опять же, все как-то было сделано для галочки. Что-то там они поубирали, что-то подсобирали, но, опять, оставили какие-то кучи, и территория продолжает просто напоминать, ну, честно, у меня какие-то ассоциации. Вот я был в Египте, вот как вот там недостроенные стоят здания кругом, вот примерно то же самое сейчас можно наблюдать именно вот в этой части станции. Вот про остальную часть вообще говорить очень... У нас много ничего не вошло. Очень, да, обидно. Потому что временной интервал очень маленький, потому что нельзя делать там, если бы мы снимали так, как есть, сколько мы там на часа два провели, наверное, в общей сложности. Долго, да, очень. То есть там вот этот замечательный новый мост, который построили, там под ним-то ничего не убрали, никто ничего не убрал. Там трава не растет, газона нет, парковки нет, там строительный мусор так и валяется. Вообще, да, на самом деле, вот про станцию очень многие жители говорят, и никто не понимает, почему, я не знаю, благоустраивают центр, но вообще никто не вспоминает о привокзальной части города. Она действительно напоминает пригород какой-то азиатской какой-то страны, где стоят какие-то непонятные здания, какие-то шурмечные, которые можно было бы сократить в разы. И очень грустное впечатление у гостей, которые приезжают в Одинцово. Они просто выходят из электрички, и они видят весь этот ужас. В Москве уже года три как наводится порядок, а у нас такое ощущение, что наоборот, вот, 90-е возвращаются, и палатка на палатке. Ну, я тебя поправлю. Вот знаешь, у нас контраст с белорусским вокзалом просто разительный. Но если приезжаешь на Фили, примерно то же самое. Но там активные строительные работы ведутся вроде как на Фили. Ну, возможно, скоро сделают, да. Но вообще вокзал — это лицо города, и он должен быть, конечно... Тем более там есть исторические здания, за которые особенно обидно, что они находятся в печальном состоянии. Вообще очень обидно. Стоит вокзал 1898 года. Запомнил. Уже, да, уже... Раньше я говорил в 96-м. Ну, не сильно, да, я считаю, что это не ошибка. Да, реально одно из вообще немногих исторических зданий, которое осталось в Одинцово. Его нужно всем жителям просто беречь, сохранять для детей. Но сейчас там какие-то магазины, опять же, какие-то шаурмечные. Не, ну, не сложно, он в РЖД принадлежит, если бы его взять на баланс города. Если бы, я считаю, власти захотели, то можно было поинициировать вопрос передачи этого вокзала и сделать там музей и крышку. Ну да, можно хотя бы о нем рассказывать, потому что, на самом деле, у него интересная история создания. И в Одинцовском музее, конечно, ее знают, но, опять-таки, рассказывают только тем, кто музей посещает. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 508-86-84. У нас звонок. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня слушаете, да? Вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Вы хотите мнением своим поделиться? Да, вы знаете, в общем-то, я вот сейчас только включила телевизор, может, немножко не по теме, но я так поняла, что вот ребята поднимают здесь такие хорошие вопросы. Просто вот, ну, не могла остаться в стороне. Это очень здорово. И вот насчет даже станции, да, нашей вот вокзала, все, конечно, безобразие. Это, ой, видим мы жители, потому что я вот приехала сюда с родителями в 65-м году. Да, то есть я, получается, вообще коренной житель. Вот, да, мне сейчас 58 лет. Вот посчитайте, да, сколько я живу в Одинцове. Вот, все на моих глазах. Конечно, станция стала, ну, просто ужасной, знаете, ужасной. Вот я сравниваю, какая раньше была, как мы пользовались, как бы приходили на рынок, вот, уезжали на учебу, приезжали, как бы все было на самом деле нормально. Ну, почему-то так вот, не знаю, не доходят, видимо, руки у нас в администрации, что ли, нашей. И хочу вот сказать именно про свой. Я жительница, вот у нас здесь несколько собралось, как бы, жителей. Мы, Сможайте, 89. Вот, наверное, может, знаете. Знаем, конечно. В принципе, да, и, вы знаете, мы смотрим даже по нашему, вот, двору, что случилось. Два года мы не узнаем свой двор. Вот, казалось бы, вроде все, сдали наш дом, да, мы здесь приобрели жилье, поддерживали, как могли, там, деревья, кусты, все сделали нормально. Два года фонтаны у нас не работают, они уже зарастают травой, да. Они, к сожалению, превращаются в такую большую мусорку большую. Ну, почему? Ведь это же сделали для людей нормально. Ну, почему же это не поддерживается? Дуги сломаны, деревья сломаны. Понимаете, ну, ужас, мы просто двор свой не узнаем. Ну, получается, вот, казалось бы, маленький островочек, да, не могут навести порядок. А когда жилищное управление, вот, дом-сервис, они же молодцы. Они держали этот фонтан, вы знаете, ну, вот сейчас приходят и говорят, ой, а где же фонтан-то? Грязный какой-то там, непонятно что. Ну, разве так можно? Спасибо большое за ваше мнение, спасибо за звонок. Ребят, планируете в 4-й микрорайон заехать? Весь город хотелось бы. Обязательно. Ну, понимаете, если вот, помнишь, после первого ролика, там, приезжайте туда, приезжайте на Баковку, на Баковку, сюда-сюда, за Горку приезжайте. Целью проекта не было, там, показать все вот это, все плохое, потому что нас очень много, там, критикуют, ну, и там, отдельно в соцсетях говорят. Вот, да, все цели проекта такие. Вы все время что-то ругаете, там, недовольный, везде грязь найдет, да. У нас, там, есть блогер такой, Варламов, да, вот, он ездит по городам и показывает, как тут хорошо или плохо, да. В городе есть и хорошее, и плохое, но вот у меня складывается такое ощущение, что местные власти, да, там, городская администрация, районная администрация, они вообще его не знают, этот город. И у нас была одной из целей, там, этого проекта, прежде всего, им показать, что у нас город, это не вот центральная площадь, да, там, не баранка. Не площадь, может быть, администрация, собственно. Парк, как и Рогатка, да, который тоже, кстати, в ужасном состоянии. У нас есть еще жилья к району. Рогатка, это интернациональная, правильно? Да, ну, почему Рогатка, да, я тоже не знаю, я бы местный житель. Ну, два, две дорожки пешеходные. Ну, вилка, может быть, посейдон какой-то. Но, в общем, мы вот сейчас ездили на Северную, да, и там шикарно в лес, там, заезжаешь, там птички поют. Но вот это вот, она какая-то неблагоустроенность, не то чтобы неблагоустроенность, она какая-то бесхозяйственная. Заброшенность, да, то есть какая-то неаккуратность, да, что-то кто-то делает вот с площадками. Замечательная идея губернатора, да, поставить площадки. Но это какое-то очаговое благоустройство. То есть у нас здесь везде бардак, в центре мы ставим эту площадку, говорим, жители, вот вам благоустройство. Прадайтесь. Плюс 5-10 метров налево-направо, трава по пояс, какие-то запчасти от этой новой площадки. Старая площадка, старые качели, не смазаны, не скрашены, ну, это, ну, так нельзя. Надо, если вы делаете, делайте хорошо, делайте постепенно, там, начните с одного микрорайона и двигайтесь там последовательно куда-то. Ну, еще вот, если вернуться вот к вопросу женщины, Елена, запущенность действительно чувствуется и складывается ощущение, что на данный момент решаются какие-то совершенно другие вещи. И жители... Показательные. Это вопрос, кто обслуживает, город ли или управляющая компания. Раньше вот управляющая компания... Это же не жители должны этим заниматься. Безусловно, жители вообще этот вопрос не должны касаться. Ты, кстати, вспоминала, как спрашивал у меня, как я помню свой город, знаешь, я вот помню с детства репейники, да, там, и мы с детьми, потому что других развлечений особо не было, мы играли там войнушкой этими репейниками. И я буквально в прошлом году первый раз, значит, за вот все там сознательное время увидел, что эти репейники все-таки вызрели, кстати, уважаемые жители, можно детей научить ими играть. Миша, я тебе покажу, где их много. Раньше траву косили, да, там порядок был, она еще не успевала вырасти, ее уже выкашивали. Сейчас это какие-то поля, можно там, не знаю, там, скот пастит, как-то сенокос какой-то проводить. Даже вот такая, казалось бы, элементарная вещь, там, собрать песочек, да, там, после зимы, который посыпали. А потом будут пасты в типичном один... эти газонокосильщики в 7 утра, в субботу. Ну, у нас консенсус какой-то должен быть, там, раз в неделю вы косите траву, там, да, там, на даче все же косят траву, они же никто, ни у кого не растет, она там, трава попала. Ну, еще, на самом деле, конечно, можно всегда ругать власти, но я считаю то, что и жители должны как-то проявлять какой-то интерес к своей территории, хотя бы вот то, что находится около подъезда. Ну, иногда проходишь какие-то жилые дома, ну, просто удивляешься, ну, у вас все зарастает, ну, господи, ну, соберитесь всем подъездом, ну, один раз в год там и наведите просто порядок. Баковские, вот эти домики, которые будут расселять двухэтажные, вы фактически живете в городе, в собственном таунхаусе, и у вас рядом там... Многие мечтают об этом. Многие безумные деньги платят, чтобы у них была там своя квартира, там и не было никаких соседей, а здесь, получается, ты вот там, и все заброшено. Ну, это... На самом деле здесь прям такая вот глобальная проблема, и она проблема и в головах чиновников, и... Лепхи не могут, ни за них хотят. Да, и люди что-то продолжают вечно ждать. Понятно, что весь город сами жители не сделают, но вот элементарно около подъезда навести порядок я вообще не понимаю. Ты даже фантик до урна донеси уже неплохо. С мусором вообще оделись. Да, да, мусор, но не будем трогать. 508-86-84, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Ольга Ивановна. Очень приятно, Ольга Ивановна. Вы в каком районе живете? Вот Северная у нас находится, дом 50. Я хочу сказать, молодцы ребята подняли очень-очень важный и хороший вопрос. Я также люблю город Одинцово, и вот они были по улице, если не Северной, то действительно, я хочу сказать, почему-то наш город стал какой-то грязный. Вот у нас не убирались, листья, мы осенью ходили, все это ладно, но у нас есть площадка, которой когда-то у меня там внучка порезалась, тут же набежали все, старая горка была, ее убрали, приехали. А потом, если взглянуть на эту сейчас площадку, у нас рядом помойка, значит, там стоит машина, вот в эти дни покрасили. Я умираю, это такая деревянная, сам ее то в декабре красили, то сейчас машина старая, колес там нет, никто не косит, значит, света нет вечером, мы не можем с детьми выйти. В помойке все летит туда, и у нас только сидят там и пьют. И вот я думаю, боже мой, вроде бы, я так сфотографировалась, мне некогда вот отнести в первом микрорайоне. Поставили маленькую такую площадочку, прям, ну вот, она со всех сторон катает, все как-то ухоженно, как-то самое. Но представляете, нам с детьми, вот мне двое внуков, мне пойти некуда, если нам пойти, вот, и даже зимой, вот пойти попрыгать куда-то, даже вот такое, да, значит, на, как она, парк Лазутинский, да, но туда не дойдешь. Мне однажды сказали, что туда 11 автобусов будет вроде бесплатно, бабушка. Пришла, они говорят, ну да, а потом, представляете себе, когда дети маленькие, 3,6, да, то туда дойдешь обратно. А в городе мы всегда попрыгаем где-то, что-то, и пришли кушать, сели на автобус, да, и дети устают. И мы выезжаем в гор, в этот, в трехгорку попрыгать зимой. Вот зимой, чтобы вот раньше при рынке были такие, клоун занимался, все, у нас детей повезти тоже некуда. А площадка наша, это просто что-то. Спасибо, спасибо вам большое за звонок. Ну вот, кстати говоря, ну вы, наверное, не помните, вы из другого района, а на Северной-то какая горка была? Да, горка, да. Ходили. Кстати, вот, мы все помним, мы там ездили в Одинбург. Но вам далеко просто ходить было? Ну, тем не менее, выходные с родителями, а где было еще покататься? Кстати, вот про микрорайон, это первый, второй, да, как раз оно получается, он же, если вот местные чиновники не знают, там покатались специально, на самокатах там тоже были, там рельеф-то такой переменный, там можно поставить элементарные горки, которых вообще нигде нет, и вот эти все местные детишки, они будут с удовольствием кататься зимой, да и летом, если там есть оценку. Вариантов много, сейчас уже страна не закрыта, открываешь Google, ищешь какие-то решения, и тут же их воплощаешь. Не нужны никакие миллионные контракты, миллионные затраты, просто делаешь удобно. Идей полно, идей полно, но только почему-то как-то вот оно ограничивается бегемотами, лягушками, бордюрами. Ну, все-таки воплощается как может. Уже три серии вышло коренных одинцовцев, давайте посмотрим вторую часть. Мы ехали на вторую часть нашего путешествия, чуть-чуть дальше, вокзал Одинцово, центральный вокзал города Одинцово. Ну, если это можно, вокзалом вот переднюю часть назвать, а вот это вот действительно... В 1896 году, если не изменяет мне память. Построен был шикарный здание, потрясиво, без всяких вывесок, ломбарды и прочее. Да, и вот эта вот красота вот такая вот справа просто. Я вообще просто удивляюсь. Видимо, видишь, брак был, плитка. Да, здесь плитка была некачественная, а вот тут еще вот такая сохранившаяся, я надеюсь, еще наши внуки увидят. Вот эту плитку, ну, конечно, я шучу. Антона, кстати, вообще очень красиво прям. Они посмотрят, дядя по ним идет, смотри, видишь, как удобно. А так бы он в лужу или прыгал бы, что не очень правильно. Мы, конечно, вот со всем сарказмом, со всей иронией вот все это вот говорим, но... Нам обидно, мы вывышки в этом районе, он никогда не был таким грязным. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях создатели городского сериала, назовем его так, надеюсь, ребята не обижаются, коренные одинцовцы Михаил Баштаненко и Дмитрий Смирнов. Ну, отлично. Главное, чтобы конец у этого сериала был все-таки хорошим. Мы рассчитываем, да, да, хэппи-эн. Ну, дай бог. 8-495-508-86-84. Принять участие в разговоре можете и вы, и зрители. У нас звонок, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Елена Николаевна. Очень приятно. Елена Николаевна, вы откуда, из какого района? Я живу в Новой Трехгорке. Включила ваш канал, вот хочу тоже в продолжении разговора сказать о нашей Трехгорке. Я живу в Чистяково, дом 80. Вокруг нашего дома все дороги разбиты. Ну, как будто после войны. Наверное, таких дорог нет ни в одном городе. Грязь, наверное, вот в один сумму вообще отличается, хочу сказать, очень грязными улицами. И у нас напротив дома лет. Начали площадку делать два года назад. На том обросили. Засыпали щебенкой. Маленький прудик. Не чищен никогда. Ну, то есть, вот посмотрите, в других районах благоустройство делают. Приводят в порядок. Ну, чтобы было хорошо и приятно. У нас уже не пруд, а болото. Вот я не знаю, что смешного я говорю. Я думаю, насчет других районов. Про другие районы, да. Засомневались. Я не веду Москвы. Вот я работаю в Москве, езжу, благоустройство. Делается за счет гордости. У нас вот грязь вот необыкновенная. Пруд маленький. У нас столько ландышей в лесу. Вы не знаете, каких птиц у нас столько. В пруду эти уточки. Уточь, пруд превратился уже в болоту, в лужу. Ну, вот если бы это можно было сделать, довести дома бы, я думаю, жители бы тоже бы, может быть, подбежали как-то, вышли помогать. Но все-таки должен этот город делать. Спасибо большое за ваш звонок. Трехгорку поедете. Туда дороги нет. Дороги нет. А говорят, как-то через лесочек можно проехать. Пешком можно, ну да. Там есть через деревья. А, кстати, почему велосамокат это выбрали в качестве средства передвижения? Удобно, в любом месте можно остановиться. Ногу снял и, считай, на земле. А не хотелось бы? Вело, потому что по нашим доступной среде просто на самокате, наверное, проблемно ехать. Тут хоть большие колеса не так вибрируют, и бордюры, к сожалению. Вы могли бы новую велодорожку испытать? Какую? В центре города. Сто метров? Отсутствие. Сто пятьдесят? Еще в районе интернациональной. Там какие-то знаки висят. Она стерлась там. Стерлась уже все не считается. На самом деле беда. Это беда, потому что условно доступная среда, она такая локальная. Помнишь ролик, я не знаю, можно ли говорить, библиотека номер один, да, у нас с доступной средой. Вот из этой доступной среды, выходит, что мы вторую снимали, библиотека номер два, точно такая же доступная среда. Но как только ты с этого парапета сходишь, эта доступная среда заканчивается. То есть не очень понятно, как это маломобильные граждане должны оказаться около этого парапета, потому что там, простите, ступеньки по двадцать сантиметров. На пять сантиметров на бордюр, человеку на коляске очень тяжело подняться. А если там у тебя десять, а если пятнадцать, двадцать, то без посторонней пункты вообще туда не зайдешь. Можно еще вернуться вот к вопросу как раз беспокойства женщины. На самом деле главная проблема вообще, и я думаю, Миша со мной согласится, это полное отсутствие вообще плана развития Одинцова, каждого микрорайона. Вообще отсутствует в Одинцово, именно в границах зоны, куда бы люди просто могли пойти погулять. Элементарно можно было бы сделать парк на интернациональной улице, хотя об этом уже давно говорилось. На втором заводе, на Комсомольской улице, шикарный лес, там даже стоят какие-то мусорки, вроде как намекают то, что там должна быть дорожка, но ничего нет. Как бы благоустройство есть. Да, вот эти вот вещи просто в каждом микрорайоне сделать, я не знаю, ну, мне кажется, то, что должно хватить бюджета района. В общем, даже не нужно капитальное какое-то строительство. А что касаемо вообще связи, да, районов, то она просто напрочь отсутствует. То есть жители Трехгорки, они просто пешком, да, ну, чисто теоретически, конечно, могут, но это идти вдоль дороги, соответственно, весь там испачкаешься. То есть город просто разбросан и вообще никакой... Мы не говорим про Ромашково. Ну, Ромашково, это, наверное, отдельная история. А, хорошо, Одинцово, вот дети ходят из гусарской баллады, да, они уже в Одинцовских школах учатся большая часть. Они закреплены таким образом, да. Вот, как им дойти сюда, да, то есть только через мост? Да, только на маршрутке. Какое-то там жуткое какое-то сочленение между платформой Отрадной и этой пешеходной дорожкой. А если там в твой микрорайон, в новый, да, есть там дорога сейчас вообще или нет? Вот транспортная доступность, говорят, такая проблема большая в девятом микрорайоне. Она даже пешеходная доступность, она очень сложная, потому что... Да, она везде транспортная. Вот что-то в последнее время более-менее там какие-то попытки что-то сделать, какие-то новые маршруты ввести. А до этого так вообще, вот как вот в 90-е годы были маршруты, там первый, второй, третий, четвертый, пятый, и все. И они не менялись десятилетиями, а город при этом развивался, появлялись новые жилые комплексы, и ничего вообще не делается. Ну, ребят, времени осталось прямо у нас вот считанные секунды, честно говоря, его вообще не осталось. Давайте закончим на позитиве. Ну, все-таки что-то хорошее же у нас здесь есть. Есть. Я думаю, то, что главный призыв, наверное, ко всем жителям, во-первых, не... Быть безразличными городами. Да, не быть безразличными, не молчать, высказывать свое мнение, не бояться его говорить, потому что если жители будут молчать, то власть будет считать, ну, наверное, все нормально. Все хорошо. Хорошо. И в этом нет ничего плохого. Чиновники для этого и работают, чтобы выполнять наказы своих избирателей. Вот я призываю всех жителей Одинцова каждодневно высказывать свое мнение. Наказывать. Да. Я думаю, то, что в этом ключе, если двигаться, то будет все хорошо. А если к вам обратиться сейчас сотрудник администрации, говорит, так, все, Смирнов и Баштаненко, выходим на субботник в Трехгорке, помогаем. Субботник вообще вредная тема, я вам сказал. Что касаемо субботника, то, да, чиновники очень хорошо устроились, то, что почему-то жители должны выполнять работу чиновников. И контролировать, кстати, тоже. А где общественный контроль? А где это? Простите, а вы тогда зарплату за что получаете? Вы же делаете. Почему мы должны вас контролировать? Никто не должен заставлять жителей выходить на субботники. Если жители сами не изъявляют такого желания, то ни один чиновник это не имеет права вообще делать. Поэтому жители просто сами должны хотя бы в рамках своего подъезда наводить чистоту. Если вот каждый будет хотя бы это делать, то уже будет гораздо Одинцову лучше выглядеть. Финальный вопрос. Когда ждать следующую серию коренных Одинцовцев? В ближайшее время. Ну, это проект такой, он уже некоммерческий. Как время бывает, так мы и делаем. Снимали мы много, а вот проблема с монтажом. Кстати, если есть желающие, которые могут помочь, потому что мы делаем, мы можем показывать так, как можно было бы это сделать. Если есть какие-то специалисты, которые там занимаются компьютерной графикой, которые могут оказать какое-то содействие, пожалуйста. Готовы к сотрудничеству. Спасибо большое. Ждем с нетерпением. Спасибо за приглашение. А я напоминаю, что мнение редакции не всегда может совпадать с мнением героев наших программ. Дорогие телезрители, будьте активны. Ну, действительно, все-таки что-то и от нас с вами тоже зависит. Хотя, наверное, и людям, находящимся у власти, расслабляться тоже не стоит. И уповать на это тоже не стоит. На сегодня у меня все. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»